Бумагу отдельно, пакеты отдельно. У Анны сортировка отходов полный порядок, хотя начала она всего месяц назад. Рассказывает, что давно хотела попробовать, но не знала с чего начать. Я решила сортировать мусор у себя дома. На самом деле это не сложно. Вот здесь вот у меня, это вот примерно где-то за полтора месяца я собрала у себя дома. Что здесь можно увидеть, да? Пакеты из-под молока, стаканчики от использованных молочных продуктов. Отдельно я вот собираю крышечки от бутылок пластика, все нужные контейнеры, картон использованием продуктов. В том, что у любых отходов одна дорога на полигон, уверено большинство ангарчан. Однако это не так. На вторичную переработку можно отправить как минимум половину каждого мусорного ведра. Еще и заработать на этом. К примеру, в микрорайоне Майск функционирует перерабатывающий цех. Здесь принимают полиэтилен и полипропилен. А за каждый килограмм сырья заплатят деньги. За месяц станок пропускает до 300 тонн пластика. На выходе получается мелкая гранула. Из нее можно сделать все, что угодно. От пакетов до канализационных труб. Что именно можно привести, лучше уточнить по телефону. Это здание производства, переработки как раз вторичной гранулы полимеров, мойка, сушка и грануляция. Все остальное, а именно бумагу, пластиковые бутылки, упаковку и даже стекло, также за деньги можно сдать в пункт приема на улице Восточной. Здесь ничего не перерабатывают, но развозят по цехам региона и страны, где отходам дают вторую жизнь. Кстати, если везти некогда, поможет экотакси. За символическую оплату в 100 рублей машина доставит мусор по назначению. Если совсем жаль своего времени, отделить от бытовых отходов хотя бы пластик. Во многих микрорайонах установлены металлические контейнеры, специально для вывоза такого сырья. Переработчики сами собирают груз, вывозят и перерабатывают. Из сырья могут сделать мелкие бытовые предметы и даже черепицу с тротуарной плиткой. А теперь самый главный вопрос. Зачем? Ответ на поверхности, причем на поверхности земли. Все полигоны, куда свозят отходы человеческой деятельности, действуют по одному принципу. Закапывают мусор в грунт. Слой за слоем, формируя своеобразный пирог и переходя от участка к участку. В микрорайоне Юго-Восточный таким образом освоено уже десятки гектаров. Что происходит с мусором в такой почве? Он разлагается годами, десятилетиями и даже веками. Продукты разложения успевают попасть в грунтовые воды, а затем в реки и моря, превращая экологическое загрязнение в неразрешимую проблему. Елена Шелик, Владимир Селиванов, Местное время.